Массивные каменные сооружения, устремляющиеся ввысь. Это место, связующее звено между людьми и богами. Странные фигуры глубоко в земле. Длинные носы, узкие губы — они похожи на роботов. И глобальная сеть сфер, создающих энергию для путешествий в другие миры. Прикасаясь к этим камням, мы можем устанавливать связь с другим измерением. Являются ли древние монолиты продуктом тяжелого труда доисторического человека? Или это результат действия другой силы? Разумеется, в далеком прошлом такие технологии могли использовать только инопланетяне. Многие верят, что в прошлом нашу планету посещали инопланетные существа. Что, если это правда? Могли ли пришельцы повлиять на историю человечества? Если да, то могут ли подтверждения тому находиться на Земле? В загадочных монолитах. Монолиты Мемориал Джорджия Вашингтона Возведенный в XIX веке в память о первом президенте Соединенных Штатов, он возвышается над американской столицей на 170 метров. Он заканчивается отчетливой пирамидой и считается самым высоким каменным обелиском в мире. Обелиски — это общее название квадратных в сечении колонн, заостренных кверху, как в Древнем Египте и Древнем Риме. На них были надписи. Их часто использовали для описания сражений, особых событий, деятельности конкретного правителя. И мы в Соединенных Штатах сделали то же самое. Мемориал Джорджия Вашингтона, находящийся в столице, символ государства и его мощи. Этот монумент сооружен из каменных блоков. Внешне он весьма похож на египетские обелиски. Но древние обелиски отличаются от них, они выполнены из цельной каменной глыбы. Отдельно стоящие массивные камни называют монолитами. Миллионы их были использованы при строительстве памятников по всему миру. В таких местах, как Турция, Перу и Эфиопия. Но почему древние люди начали возводить эти гигантские монолитические сооружения? Быть может, как полагают некоторые, в самих камнях заключается некая сила, влиявшая на человечество? Возможно, ответ мы найдем в 150 километрах от Лондона, в английской глубинке. Стоунхендж Здесь, на равнении Солсбери, находится самый сложный доисторический каменный круг в мире. Согласно результатам радиоуглеродного анализа, эти монолиты появились здесь более 4000 лет назад. Сто каменных блоков или монолитов составляют более сложную структуру, называемую мегалитом. Несколько тысяч лет назад начался так называемый мегалитический период истории. Он выделяется тем, что наши предки практически по всему миру начали строить из огромных камней. Эти культуры, как мы называем их, мегалитические, представляют для нас загадку. Мы задаемся вопросом, почему люди практически на всей территории Европы и Азии вдруг ни с того ни с сего начали искать гигантские валуны, перемещать их в определенные места и устанавливать весьма необычными способами. Стоунхендж — самая известная мегалитическая постройка в мире. Название происходит от слов «стоун» в переводе «камень» и «хендж» — круглая или овальной формы возвышения, ограничивающая плоскую внутреннюю зону. Стоунхендж — это лишь 25% изначальной конструкции. Три четверти его, к сожалению, были разрушены. Изначально здесь было 60 гигантских блоков, которые образовывали идеальный круг. Вопрос в том, кто мог их установить и с какой целью. Происхождение этого монумента уже несколько столетий интригует исследователей. Однако известно, что его возводили в несколько этапов на протяжении нескольких тысячелетий. Считается, что первая часть Стоунхенджа — это три гигантских деревянных столба, которые теперь оказались на территории стоянки и обозначены белой краской. Им по меньшей мере 10 тысяч лет. Следующий этап строительства Стоунхенджа — 3200-3400 годы до нашей эры. Тогда появилась насыпь и пара валунов. Еще несколько сотен лет спустя здесь установили синие камни. Их доставляли с гор Преселли из Уэльса. Источник основных монолитов, Сарсенов, был гораздо ближе, в 30 километрах. Но некоторые из них весят по 50 тонн. Многотонные глыбы вырезали и перемещали на расстояние до 150 километров. Могли ли доисторические люди справиться с этой, казалось бы, невыполнимой задачей? Есть теория о том, что они использовали роллеры или стволы деревьев, что кажется не очень правдоподобным, если посмотреть на рельеф. Некоторые ученые пытались повторить этот подвиг. Как они пересекали реки между Уэльсом и Стоунхенджем? Как поднимались на холмы, разделяющие долины? Одно из объяснений можно найти в легендах о короле Артуре. В одной из них говорится, что камни Стоунхенджа доставил из Ирландии Мерлин, придворный маг короля Артура. В легенде сказано, что Мерлин заставлял эти камни летать. Он двигал их голыми руками через леса и долины от Уэльса до Стоунхенджа. Французский философ и историк Жан Марсель написал о жизни Мерлина и Артура в кельтских преданиях более 40 книг. И Марсель был уверен, что Мерлин существовал. Он считал, что Мерлин был инопланетным существом, которое хотело научить нас преодолевать границы человеческих возможностей. Быть может, легенда о Мерлине является результатом давнего контакта с инопланетными сущностями? Что если они показали людям технологию для перемещения и установки монолитов? Если да, то почему этот памятник построен именно из камня? И, возможно, они хотели таким образом произвести впечатление на богов. Вполне возможно, что в умах древних людей камень ассоциировался с богами, потому что казался вечным. И если они хотели увековечить свою культуру, сохранить память о ней, то камень — идеальный вариант. Он обладает такими свойствами, как твердость, прочность. А некоторые даже содержат кристаллы кварца. Их использовали во многих древних культурах. Синие камни, из которых составлены внешние и внутренние круги Стоунхенджа, содержат кристаллы кварца. Было установлено, что они определенным образом воздействуют на человеческий организм, вызывают вибрации, положительным образом отражающиеся на человеке и проявляют целебные свойства. Стоунхендж часто называют целебным местом, куда люди якобы приходили, чтобы излечиться от болезней. Некоторые исследователи считают, что связь Стоунхенджа с инопланетянами подтверждается самым поразительным свойством сооружения — точным положением каждого камня, составляющего мегалит. Если смотреть сверху, Стоунхендж — копия нашей Солнечной системы. Все эти круги представляют планеты нашей системы. Откуда они это знали? Согласно древним легендам и преданиям, эти сведения были переданы их предкам никем иным, как пришельцами-богами. Некоторые считают, что Стоунхендж — это календарь, говоривший древним людям, когда сажать, когда собирать урожай. Другие утверждают, что это небесный календарь, который показывал, когда нам грозят потенциально разрушительные метеоритные дожди. Известно, что через положение монолитов они могли отмечать зимнее солнцестояние, летнее солнцестояние и даже перемещение некоторых звездных систем. Так кому же понадобились эти астрономические данные? Быть может, инопланетянам или, скорее, группам избранных жрецов, которых инопланетяне обучали, чтобы те могли следить за звездами, за небом, луной и затмениями? Возможно ли, что пришельцы из другого мира построили Стоунхендж, чтобы древний человек мог собирать данные о звездах? Если да, то зачем? Какова цель получения этих небесных знаний? Сторонники теории палеоконтакта считают, что ответы можно найти здесь же, неподалеку. На месте еще одного мегалита в 16 раз превосходящего по размеру Стоунхендж и еще более загадочного. Юго-запад Англии В 28 километрах к северу от Стоунхенджа находится Эйвберри. Самый большой мегалитический каменный круг в мире. Изначально состоявший из сотен монолитов, по мнению некоторых экспертов, он некогда являлся главным религиозным центром Великобритании. Эйвберри — самый внушительный и интересный мегалитический памятник Великобритании. Отчасти из-за своего размера. Представьте, с каким масштабом мы имеем дело. На его территории впоследствии была построена целая деревня. Камни гигантские, весом от 20 до 50 тонн. Это грубо обтесанные объекты, выстроенные в круг, и внутри Эйвберри было еще два круга. Каждый примерно размером со Стоунхендж. Некоторые историки говорили, что Стоунхендж — это приходская церковь по сравнению с огромным храмом Эйвберри. К Эйвберри, по крайней мере, с двух сторон, ведут каменные аллеи из валунов. Плюс ко всему этому, здесь есть другие интересные монументы. Солсбери-Хилл — самая большая рукотворная насыпь в Европе. И курган Вест-Кеннет, который представляет собой гробницу, сооруженную 6 тысяч лет назад. Эйвберри, занимающий территорию в 28 акров, по мнению основной массы археологов, был построен с 2850-го по 2200-й год до нашей эры неолитическими бритами, и, как и Стоунхендж, использовался для проведения ритуалов. Они отмечали многолетние циклы, смену времен года. Создается впечатление, что для их общества было очень важно показать, что в природе существует некий цикл, что его не только понимали, но и могли каким-то образом контролировать. Создавая нечто подобное, они привносили в мир стабильность, хаосу и беспорядку, там не было места. Эйвберри считался местом встречи с точки зрения солнцестояния зимнего и летнего. Но что здесь происходило и во что верили те, кто его построили, мы не знаем. Некоторые исследователи считают, что круги, составленные каменными монолитами Эйвберри, выполняли важную функцию, возможно, связанную с небесными существами, которые прилетали сюда тысячи лет назад. Район Эйвберри всегда ассоциировался с магией и тайнами. Там видели летающие шары, НЛО, призраков. В близлежащих полях находили сотни кругов. Здесь всегда присутствовала какая-то загадка. Мифы, связанные с Эйвберри, постоянно указывают на небо, ссылаются на небесных существ. Светящиеся, как их называли, спустились с неба и научили людей разным дисциплинам — сельскому хозяйству, математике, геометрии, инженерии. Эйвберри и другие крупные монолиты как будто установлены неким древним народом, возможно, инопланетной расой, которая прилетела сюда и начала изучать эти дикие места. И после их исследований остались эти гигантские отметки. А потом они в определенных местах создали каменные круги, как в Эйвберри. В Эйвберри мы имеем отгороженное пространство, в которое могли заходить определенные люди. Эти камни были связаны с богами. Возможно, древние считали, что с их помощью они могут с ними общаться. И мы снова имеем дело с цивилизацией. которая утверждала, что в определенный момент времени эти боги были здесь. Быть может, расположение и строительный материал Эйвберри выбраны специально для общения с инопланетными созданиями? Если так, может, это объясняет, почему люди с глубокой древности тяготеют к каменным постройкам? Возможно, ответ скрывается в другом таинственном городе, построенном на вершине огромной скалы. Сигирия, Шри-Ланка. Львиная гора. Природный монолит, возвышающийся на 370 метров над окружающим пейзажем. Ее обнаружил в 1831 году офицер британской армии по имени Джонатан Форбс. Он увидел природный монолит, гигантскую скалу, в которой были вырезаны ступени, а наверху располагался дворец. Это в весьма удаленном районе, высоко в скалах, поднимающихся вертикально вверх. Сигирия была буддийским монастырем с первого тысячелетия до нашей эры. Около 500-го года нашей эры она стала крепостью и резиденцией местного правителя. На вершине скалы построены дворцы, разбиты сады. Еще там есть многочисленные пещеры, а в пещерах фрески. На этих фресках изображены женщины, и некоторые исследователи полагают, что это придворные дамы-правители, но другие утверждают, что они религиозные фигуры. Однако некоторые исследователи считают, что эти изображения подтверждают факт контакта с инопланетянами. мы видим поразительные изображения людей, появляющихся из облаков. Они парят в воздухе. Интересно, что этим хотели сказать наши предки. Согласно местным мифам и легендам, Сигирия была построена с помощью богов, которые спустились с неба. Насколько красивое поэтичное описание того, чему они стали свидетелями. Это явно неверно интерпретированный визит космических путешественников. Возможно, эти картины изображают небесных существ, которые действительно спускались на Землю. Если да, то, быть может, существует особая причина, по которой древний человек построил город на вершине этого гигантского монолита. Мы часто видим, что наши предки поклонялись этим загадочным камням, потому что они являются некими вратами между нашим миром и миром богов. И в Сигирии мы видим тому подтверждение. Монолиты сами по себе имели огромное значение. Они были священны для людей, а также горы, устремляющиеся в небо. Мне это напоминает о небесной или космической горе Меру. Гора Меру в буддийской культуре так называют космическую гору. В древней литературе ее описывают как скопление золотого света, как пылающий золотой огонь, принимающий форму горы. Это центр вселенной и он существует на многих уровнях, не в физическом смысле, а с точки зрения энергии. Боги живут на склонах этой горы, во дворцах и городах. Гора Меру — божественное место. Ее рассматривали как территорию, где происходило общение с богами. Это некая точка, в которой соединяется наш мир и небесный. Сигирия — это, по сути, уменьшенная копия горы Меру. Наши предки нашли эту скалу и начали строить на ней. Как бы говоря, эта гора находится в особенном месте, мы используем ее, чтобы установить необходимый нам контакт с небесными созданиями. Быть может, Сигирия была построена как дань уважения и средство связи с инопланетянами, как говорят сторонники теории палеоконтакта. Тогда есть ли в других монолитах нечто, подтверждающее факт инопланетных визитов? Возможно, ответ вырезан в камнях, скрытых в земле в другой части света. Остров Пасхи На одиноком кулачке суши в Тихом океане в 3000 километрах от берегов Чили было обнаружено почти 900 каменных статуй. На острове Пасхи мы видим гигантские головы и торсы, вырезанные из вулканической породы. Они называются Муаи. Некоторые достигают 9 метров в высоту и весят до 75 тонн. Имейте в виду, что они по грудь в земле и что они в 2-3 раза выше, чем мы видим. Большая их часть ушла в землю. Многие статуи наклонены и как будто смотрят вверх. Они обращены к центру острова. Их взгляд устремлен в небо. Я думаю, что это неспроста. И говорит о том, что в небе происходило нечто настолько важное для этих людей, что они начали устанавливать Муаи, смотрящих вверх явно не случайно. по мнению археологов, коренные пренезийские жители острова Пасхи, народ Рапа Нуи сооружали Муаи с 12 по 18 век в память о своих предках. Но археологические раскопки показали, что эти фигуры естественным образом за тысячи лет оказались наполовину под землей. То есть они древнее, чем предполагалось. С точки зрения геологии, чтобы Муаи на 6 метров ушел в землю, он должен был простоять там тысячи лет, гораздо больше, чем предположила традиционная археология. Теория о том, что их установили максимум полторы тысячи лет назад нереалистична. Они были созданы гораздо раньше. Похоже на то, что пришли некие гости, построили их, и, возможно, эти головы олицетворяют самих создателей. Если Муаи древнее, чем считалось, то кто их вырезал и зачем? Учитывая, что Рапануи появились на острове не раньше 300-го года нашей эры, возможно ли, что небесные создания прилетали сюда до них? Сторонники теории полюконтакта считают, что эти монолиты говорят о том, что предки Рапануи могли на самом деле быть космическими путешественниками. Нельзя исключать возможность того, что они изображают небесных предков. Лица этих статуй не похожи на лица островитян. Эти статуи по виду напоминают роботов с длинными узкими носами, узкими губами. У них нет ничего общего с островитянами, так кого же они изображают? вытянутые головы. Такую же форму черепа мы наблюдаем в Наске, и в Египте, и в других местах. Кто эти люди? Одно возможное объяснение того, почему головы фигур с острова Пасхи смотрят наверх, заключается в том, что они указывают на место, откуда появились, но не потому, что они могли об этом забыть, а чтобы помнили люди. Быть может, головы Муаи олицетворяют инопланетян, указывающих на свое внеземное происхождение. Сторонники теории палеоконтакта говорят, что да, и ссылаются при этом на похожие каменные фигуры в тысячах километрах отсюда, в Юго-Восточной Азии. Долина Бада Индонезия. Среди гор острова Сулавеси, в полях, где выращивают рис, было обнаружено более 20 монолитов. Традиционная наука датирует статуи первым тысячелетием до нашей эры, хотя фактическое время их создания так и не определили. Большая часть долины представляет собой рисовые поля, которых много в Индонезии и Юго-Восточной Азии, но посреди этих террас возвышаются статуи, как будто растут из земли. И, глядя на них, поражаешься. Это камни из глубоких речных долин, находящихся на расстоянии нескольких километров. и эти валуны весят по сто тонн. Представьте, что их нужно затащить наверх, каким-то образом установить там и вырезать из них пятиметровые статуи. И мы не знаем, зачем они это делали и как. В долине Бада в Индонезии находятся одни из самых внушительных мегалитических структур. гигантские статуи, весьма напоминающие те, что мы видим, к примеру, на острове Пасхи. Но как монолиты в разных частях света могут быть настолько похожими? Некоторые исследователи полагают, что они каким-то образом связаны с небесными гостями. Похожие стили резьбы, похожие необычные лица, абсолютно симметричные, идеальная обработка. Их создали весьма искусные мастера. Я считаю, что эти статуи хотели сделать похожими на предков, богов. Они должны были сохранить память о них, а может служили и средством общения с ними. они по сути говорят нам это мемориал нашим богам, существам, которые были здесь, а потом ушли. Быть может, эти монолиты были созданы человеком как дань уважения инопланетным существам, которые в далеком прошлом посещали Землю. Если да, то могут ли монолиты по всему миру быть каким-то образом связаны между собой? Некоторые исследователи считают, что ответ можно получить, изучив круглые камни, найденные в джунглях Центральной Америки. Палмар-Сур, Коста-Рика. Во время расчистки джунглей в 1930 году рабочие обнаружили сотни древних каменных сфер. Многие из них просто огромные, под три метра в диаметре большие шары. Другие гораздо меньше, размером с баскетбольный мяч или автомобильную покрышку. На данный момент в этом регионе археологи нашли более трехсот каменных сфер. И Лас-Болос, как их называют, одни из самых точно выполненных каменных произведений древнего мира. Некоторые эксперты полагают, что эти загадочные шары представляют собой практически идеальные сферы. Идеально круглый шар сделать довольно сложно. И с учетом первобытных технологий, шары, которые мы находим в Коста-Рике, было бы очень сложно создать с помощью одного лишь каменного долота. Мы можем только догадываться, как они добились настолько идеальной формы. сферы вырезаны из гранита и гранодиорита. Это твердые породы, их сложно обрабатывать. Гранодиорит один из самых твердых известных минералов. Он никогда не встречается в природе в виде сферы. То есть ему явно придали эту форму. Сегодня для получения такой сферы мы использовали бы лазер, инструменты с алмазным напылением. Как будто существовала некая древняя школа каменотесов, и ученики соревновались, у кого шар получится лучше. Многие до сих пор затеряны в джунглях. Так что они там делают и зачем их сделали? Вождей местных племен иногда хоронились такими шарами небольшого размера. Но некоторые сферы настолько огромны, что не поместились бы ни в какую могилу. Поэтому назначение таких объектов до сих пор представляет для нас загадку. Согласно костариканским легендам, эти каменные сферы использовал как пушечные ядра бог грома, чтобы прогонять бога ветра и ураганов. Это чудесная история. Но мы все знаем, что в основе любой легенды лежит зерно истины. И мой вопрос, что это за зерно? Быть может, древние сказания о битвах богов это на самом деле описание военных действий древних астронавтов? Если да, быть может, каменные сферы могут рассказать об истинном назначении монолитов? Босния и Герцеговина 2004 год Группа археологов обнаружила каменные сферы в лесах и реках неподалеку от города Баня-Лука по сути этот район представляет собой ущелье вырезанное в горе потоком воды и там лежат все эти шары они очень похожи на костариканские одни частично утоплены в грунте другие полностью открыты сюда приезжает много туристов в Боснии четыре или пять мест с такими каменными сферами здесь стояло дерево но недавно была буря его вырвало с корнем и теперь сфера под землей она была вот здесь больше всего каменных сфер в центральной части Боснии в Завидовичах мы взяли образцы с четырех сфер и образцы природных камней лежавших рядом и провели химический анализ и пришли к выводу что каменные сферы были выплавлены из породы камни переводили в жидкое состояние добавляли определенные вещества улучшающие их свойства потом остужали в специальных формах и вот вам идеальный шар ученые считают что сферы как и многие монолиты использовали в проведении ритуалов но быть может эти камни помогали устанавливать связь с небесными существами как предполагают сторонники теории палеоконтакты по другой теории каменные шары использовали как звездную карту их перекатывали с места на место они показывали положение звезд по отношению к другим космическим объектам что-то вроде инопланетной карты еще есть мнение что каменные шары концентрировали мысль что они были некими аппаратами при физическом контакте с которыми можно было установить связь с другим измерением то есть возможно мы имеем дело с цивилизацией которая знала куда нужно установить каменные сферы чтобы они начали генерировать определенную энергию с помощью которой мы имеем возможность перенестись в некое пространство где происходит общение с богами возможно именно поэтому каменные сферы находятся там где они есть быть может эти круглые монолиты были установлены по всему миру для создания космической энергетической сети если да быть может каменные сферы и другие монолиты это аппараты для космических путешествий установлены в энергетических точках порталы для небесных существ посещающих землю и быть может эти сверхразвитые существа оставили и другие следы не на земле а в 225 миллионах километров от нее 1998 год марс глобал сервер делает снимок объекта похожего на монолит который находится на фобосе одном из двух спутников марса на фобосе есть очень интересный обелиск или монолит его назвали монолитом фобоса баз золдрин второй человек высадившийся на луну очень им заинтересовался и заявил что это искусственный объект и что когда мы сможем его изучить он изменит наше представление об истории возможно ли что на спутнике марса действительно есть обелиск неестественного происхождения а установленный там инопланетными существами если да быть может они создавали нечто подобное и на других планетах и даже на земле как предполагают некоторые ученые в египте много обелисков их возраст составляет от 4 до 5 тысяч лет обелиски эфиопии примерно того же возраста обелиски это глыбы гранита которые содержат кристаллы кварца то есть по сути обелиски это кристаллические башни со всеми вытекающими отсюда технологическими свойствами кварцевых кристаллов это антенна а каждая антенна может принимать сигнал и может передавать сигнал и мы имеем эти древние обелиски которые в определенный момент очевидно были установлены по всей планете напоминает глобальную систему подобную беспроводной системе передачи данных эти обелиски передавали энергию в атмосферу эту энергию можно было принимать на больших расстояниях подобно радио телевидению спутниковой связи компьютером эту систему судя по всему тысячи лет назад создали на земле инопланетяне и самое удивительное что не только на земле возможно прилетев на Марс мы обнаружим обелиски и там некоторые ученые утверждают что монолиты земли имеют некую космическую связь с монолитом на фобосе и что когда-то многие монолиты земли были частью сложной системы принимающей и распределяющей энергию нужно понимать что это не просто камни вокруг них существует некая энергетическое поле и оно появляется благодаря их определенному расположению когда монолиты составляют круги ряды или стоят обособленно они принимают космическую энергию передают ее перекачивают в землю то есть земля постоянно питается от других космических тел и других галактик в таких местах как остров пасхи или дикие джунгли или недоступные горы можно было принимать энергию и все благодаря этой энергетической системе эти высокие каменные столбы по всему миру могли быть частью энергетической системы соединяющей древние культуры перемещающей энергию земли в разные точки некоторые из них имели дело с космической энергией которую использовали в целях которые мы лишь начинаем понимать эти мегалитические сооружения были призваны создать особую атмосферу во множестве мест их расположение было выбрано не случайно и используют энергетические линии и уклоны поверхности расположение камней имеет огромное значение например стонхендж теперь мы знаем что эти камни находились над подземными реками вода течет создается энергия камни получают энергию и медленно ее отдают древние люди находились рядом с монолитами прикасались к ним и получали энергию если камни располагались по некой схеме они создавали геометрию сознания которая благоприятно сказывалась на находившихся рядом людях по всему миру будь то каменные шары Боснии мегалитические монументы Эйвбери мы видим как наши предки говорят эти камни способны удерживать энергию дух душу наших предков богов и мы видим по всему миру эти монолиты потому что люди пытаются установить связь между нами человечеством и миром богов монолиты похожи между собой черпают энергию из земли и служат маяками для связи с небесными существами возможно ли что древние монолиты обладают огромной инопланетной энергией о которой мы еще не знаем если да то что именно произойдет когда мы раскроем тайну монолитов борт монолиты Субтитры подогнал «Симон»!